Ну все, дай-то будет радио слушать. Разрешите представиться. Я исполняющее обязанности правы в Варварской приходить к вам судью. Мы посчитали нужным провести сходы и встретиться сразу с людьми на проблемных обстреливаемых поселках. Коим является поселок 6-7, безусловно. Я прошу, есть комплекс вопросов по гуманитарски, мы на него отвечаем. Есть комплекс вопросов по транспорту, мы на него отвечаем. Просто частные вопросы, сейчас если мы все начнем друг другу задавать, мы просто погрязнем. Мы выслушаем всех, всех услышим, но на сходе прошу решать, чтобы мы не устраивали базар. И могли эти вопросы решить. Первый вопрос, который мне был задан по автобусу 17 маршрута, когда я приезжал сюда, в течение недели мы автобус до школы продляем. Этот вопрос совершенно. А до школы или до конечной? Мы говорим сейчас о школе. У нас тут еще... Подождите, сейчас он скажет вопрос. Может быть, я где-то что-то недопонял, ввиду незнание еще нормальной местности. Павел Иванович, вы говорили о школе или о конечной? Да, конечной. Нет, конечная, это уже линия сопровождение. Ну подождите, ну там же поселок. Тихонько, ну давайте выслушаем ответ. Разговор был о школе, у нас с перевозчиками. Мы говорили, и тут поднимался вопрос, хотя бы до школы. Мы их уговариваем уже четвертый день, третий, вот сколько мы как были, третий день мы занимаемся. На сейчас мы смогли уговорить их доезжать сюда. Давайте, я вам обещаю, что я эту тему не брошу, хотя бы постепенно мы сможем решить его. Но на сейчас мы решили вопрос до школы. Сейчас уже как бы все были и не налаживаются. Меня волнует самая основная проблема, это вода. Пытались там войти в график по воде, не очень получается, я так насколько понимаю, да? Потому что неделю опять не было, потом позавчера была там ночью. Была, была. Да, там с переключением, а где водоканал? Людмила Иванович, мы можем войти в нормальный график, для понятных людей. Воду мы не отключаем, чтобы вот сюда. А почему на Белянке на них воды? Сколько дней, сейчас. Там есть порывы, которые мы включили в заявку. Ну тихо, что надо, что надо. Ага, отвечай, тогда отвечай. Те порывы, которые здесь связаны с введением боевых действий, мы позавчера, или позапозавчера, все совещания с СЦКК провели, и с ОБСК, они заявку и включили. Просто я сразу не понял, о чем идет речь. На следующей неделе мы ожидаем подтверждения получения разрешения на проведение работы. По материалам, как бы, проблем нет, по работе, по восстановлению. Как только мы получаем разрешение, начинаем произведение работы и здесь, и на Зайцево. Да, у нас два вот этих проблем нет. Но я, насколько знаю, тут вообще проблема с давлением всю жизнь, да? Нет, сюда нет, сюда нет. То есть у нас, а у нас, если мы сейчас восстановим порывы, мы восстановим, дайте нам, пожалуйста, неделю, неделю. Просто я очень хочу, чтобы нас не укранила, не обманула украинская сторона. Еще вот у меня такие вопросы. Вот 6-7, поселок Мичурино, аптечного киоска не было. Уже открывается написание, а в больнице. Участкового нет у нас. Значит, на данном этапе медицинскую помощь вы получаете в амбулатории номер 9, Центра первичной медико-санитарной помощи номер 2. В этом же Центре активными темпами ведется открытие аптечного пункта. Нужно соблюсти определенные документальные трудности. Значит, аптечный пункт здесь открывать мы будем. Так же, как и на Зайцево. Поручение мы дали подыскать помещение. Где бы, каких бы сложностей, это не стало. С реализацией с фармацентром мы договорились. Они готовы, там есть один, для того, чтобы этот пункт не прибыли. Мы просим их. То есть нет проблем открыть вообще пункт. Мы хотим открыть, чтобы аптеки продавали на поселке 6-7 Зайцево лекарства по закупочной цене. Учитывая, что вам и так, тут всем хорошо, с укрешением не крутить на цену. Это в рамках социального партнерства они сделать готово. Они сделают. Есть один пункт, который зависит от Министерства здравоохранения. В лицензии с министром мы договорились. В течение недели-полтора мы его согласуем, для того, чтобы они могли это сделать. Отказы нет. По ампулатории, я бы не ампулатории, а по фельдшескому пункту, я бы хотел, чтобы он здесь был. Это очень важно, учитывая, как ходят автобусы, машины не просто не усилили. Скорые не приезжают. Скорые не ходят. Сейчас дойдем до скорых. Да. Мы просто эти вопросы обсуждали. По скорым. Прошу, кто у вас тут старший, взять на контроль. Мы с ними этот вопрос обговорили. Казательства сейчас ездят, проблем нет. Чтобы нам, если есть такие случаи, что они вдруг не приехали, потому что здесь бывают они по навигатору путают. Да. Просто нам будут доводить. Или Алия Брашидовна сразу, чтобы мы понимали, по какой причине скорая не приедет. Этого быть не должно, не вспомнить. Это наша позиция. Хотят видеть люди, жители участкового, потому что у нас часто... Участковый будет. Мы запланировали и патрулирование поселка до 11 часов. А где у воды есть вообще или нет? По здравоохранению, по скорой мы оставим телефон горячей линии, куда вы сможете сообщать... В Горловке функционирует, а горячая линия, дело здравоохранения. Все, любые вопросы, начиная от недоброкачественного оказания медицинской помощи, коррупционные деяния врачей, дать куда-то денежку, не доехала скорая помощь, вы сразу можете обратиться в горячую линию. Чтобы вы понимали, все разговоры записываются, я их слушаю каждое утро, а колл-центр. И следить невозможно. Вы не отвечали эти телефоны? Они могут поднять и дурят. Отвечают. Я сейчас активисту продиктую три номера телефона. Один городской, один Феникс и один МТС. Пожалуйста, звоните. Значит, Павел Владимирович, если есть три бригад, которые мы сейчас формируем. Пять бригад отдайте на Зайцева, пять бригад отдайте на ШССР. Мы формируем бригад, если два Зайцева, для того, чтобы кто совсем не может... Одинокие? Да, одинокие. Ну, мы же все люди, все понятно. Поэтому пять бригад здесь будут ответственные. Эти бригады будут работать именно стропиво ставить, шифер кладить. То, что положено делать, то, что вы не можете сделать. Полиция работает в обычном режиме. Готова оказать любое содействие, любую помощь в организации порядка и законности на территории вашего поселка. Если кто-то куда-то не дозванивается, есть телефон 102, есть телефон дежурной части, стоит заместитель мой, примет любую информацию по наркоманам, по ранее судимым, по хулиганам, по насильникам в семье. Пожалуйста, любую информацию мы готовы от вас принять. Если кто-то стесняется, можете в режиме анонима звонить на телефон 102 и сообщать какую-то информацию. Если боитесь, там... Либо на нашу горячую линию. Либо на горячую линию. Есть классная поговорка. Грицакуя предлагает. Если не нравится, давайте... А нам она нравится, а не нравится. Я считаю, что... Я его даже не подумал. С этого схода граждан, я не знаю, какой диабетарушид, у меня сейчас будет нормальный график. Два раза в неделю районная администрация будет планировать с участием и города. То есть, либо я приеду, либо заместитель обязательства. До вас этот график доведут, когда будет следующий скорбь. Мы сейчас начнем решать проблемы, которые вы нам поставили, задачи. Хочу сказать вот откровенно, я никогда не вру. Потому что, когда приезжаешь к людям на следующий день... Мы по телевизору так и сказали. Я соврал, а что дальше? Поговорили, разошлись. Транспорт нам посильный. Не говорю закональную дорогу, говорю... Пожалуйста, поумоляю. Транспорт посильный, фельдшерский пункт посильный мы сделаем, и аптеку мы сделаем. Это то, что я гарантирую. По участковому нам пообещал начальник УВД города. Продолжение следует...